Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 22 марта и как я уже сказала, я нынче решила между томатами, которые потом я буду высаживать, посеять зелень, вот салат, например, там несколько редисочек, шпинат. Но когда я подошла к этому вплотную, я вот говорила, сейчас я веревку протяну, все это размешу, посею. Но до того, как посеять, оказалось, что нужно делать очень много дополнительной работы. И я хочу сейчас всех предупредить, кто ни разу этим не занимался. Я вот когда вплотную погрузилась, оказалось, если высаживать вот эту зелень между лунками, это нужно сразу разметить. Я вот сейчас буду делать разметку. Проанализировав, я поняла, что вот где детерминатные у меня, где густо посажены, сеять там я не буду, потому что помидоры их забьют, но они такие. Буду высаживать там, где инденты будут расти, тут же больше расстояния, там 60-70 сантиметров между ними. Во-первых, нужно разметить лунки. Я вот специально купила эти пластмассовые ножи, сейчас буду делать лунки по плану и размечать. Раз я размечу лунки, и у меня будут посевы между ними, значит, их потом уже ворочать мне нельзя будет, то есть мне придется сейчас сразу заправлять их и перегноем, и вот эту рыбную муку уже купила, и готовить, чтобы потом только поставить. Я вот принесла банки, мне в комментариях подсказали, что для того, чтобы потом высадка прошла легко и непринужденно, если у вас уже тут зелень будет расти, надо лунки подготовить, и вот эти прям дырочки под помидорой, одна зрительница написала, что они вставляют туда полторашки, ну, делают лунку, вставляют полторашки, и когда приходит момент высадки, они томат со стаканчика вытаскивают, полторашку убирают, хоп, туда вталкивают, и все. Никакого обрушения лунки, и все. Ну, у меня полторашек нет, я банки буду вставлять. Но, я подумала, раз лунка уже будет готова, мне только останется воткнуть, это значит, там уже должна быть и перегной, и зола, и рыбная мука, и все добавки, потому что потом я рыхлить это все уже не смогу, у меня будут тут посевы. Но у меня такая проблема, что у меня перегной еще замерзший лежит, я добавляю землю, перегной, и хотя в прошлом году мы немного добавляли, но я хотела еще в лунку добавить. И вот теперь, перед тем, как посеять мне сюда, между томатами, уплотнители, мне нужно сделать разметку полностью, короче, вскопать полностью, сделать разметку, заправить лунки, вставить вот эти формы, чтобы не обрушалась потом лунка, все это посеять уплотнители, потом полить и закрыть вот этой пленкой, чтобы не высыхало. Вот, я подумала, работы очень много, но я все-таки попробую один ряд вот этот посеять с уплотнителями. Кто-то говорит, что очень хорошо, и редиску они рвут, и салат они рвут, и помидоры в это же время уже высажены. Кто-то говорит, что томаты забивают вот эту зелень молодую, не дают ей расти, ну как, что вдоль дорожек хорошо, а вот между лунками плохо. Но я пока сама на себе не проверю, я ничего говорить не буду. Вот нынче у меня это первый опыт, но как я поняла, и хочу вам дать совет, у кого нет много лишнего свободного времени, все-таки проще сделать маленькую грядочку и посеять просто в грядку. Не надо заправлять лунки, не надо размечать, не надо ничего делать, я делала все годы так, вот сейчас я редиску и салат и так посею, и так, потому что там посев будет быстрее и проще. Я просто сделаю бороздку и посею, ну а здесь буду вот потеть. Работаю сейчас при открытых дверях, жарище ужасное. И вторую дверь не откроешь, боюсь, что спину продует. И вот сейчас буду делать разметку, буду таскать сюда немножко перегной, рыбную муку, золу, все заправлю, палочки расставлю, и тогда только буду сеять немножко редиски между ними. Оказалось, нажила себе я лишнюю работу, нашла на свою голову. И вот это видео показалось специально для того, что кто если хочет с уплотнителями, вот попробовать вырастить там томаты или перцы, вы имейте в виду, что нужно перед тем, как посеять эту зелень, все уже подготовить, потом вы не сможете там что-то копаться, рыхлить, посевы эти можно повредить, так что вы должны уже сеять эту зелень на все приготовленное. Я вот видите, делаю вот эту бороздку сделала, эту сейчас, ну не сегодня буду сеять, а сегодня только земляные работы. И все это очень долго и жарко.